Стильцев? Блин, опять мне позвонили, и из-за этого... Они как-то очень плохо себя ведут. Города требуют восстановления старых прав. Я пожертвую своей легитимностью. Мама. Ведь я легитимный. Слушаю. Позовёшь меня в войну, чтобы я захватил одну провинцию? Ты бы микрофончик поближе к себе подтащил, это я нифига не понял. Извини, брат. Ты позовёшь меня в войну, чтобы я захватил одну провинцию, и ты мне её отдал. А как ты захватил эту провинцию? Какая провинция? Тамаулипас. Тамаулипас? Ну, и тут вертикально написано, непонятно. Понимаешь, я её себе хотел забрать. Мы же договаривались. Мы договаривались насчёт чего? Насчёт деления по торговым узлам. Нет, прикинь. По узлам. Вы так и не договорились ни к чему, напомню вам. Ну, значит, мы не договорились ни о чём. Хорошо, давай другую провинцию с Риланцией, а потом войну я отберу. Давай другую провинцию. Чувак, ну не провоцируй. Мазатлан. Чего мы тебя провоцируем? Ай, стабильность, легитимность. Я вот, конечно, у кого какие планы из вас на Карибы? А, да, пускай. Ну, значит, я захватываю их? Да, захватывай. А нам и так жирно живёт. А я предлагаю поделить между тремя индейцами их. Хорошо, мне вот этот вот остров. Полностью, предлагаю дать их полностью мрамору. Мрамор, как тебе деньги? Ну, это как-то нечестно. Уважаемый Тарас, понимаете, вы играете в игру с дипломатией. Ваше каждое слово может восприниматься двояко. Ты в моём дворце, ты ещё будешь на меня что-то говорить. То есть, это можно на полном серьёзе воспринимать, эти слова. Какие именно? Ну, пошёл вон. А, ну и ты твоё девушку. Да, 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 он тебя послал. Завоёвывать. Еда, еда, еда моя. Слушай, я хотел с тобой по-нормальному выстраивать отношения. Ты забираешь мою национальную землю, я не могу... Смотрите, у меня есть универсальная... Это не твоя национальная земля. У меня есть универсальная... Как ты определяешь, что она твоя национальная? У меня есть предложение, которое устроит абсолютно всех в вашем конфликте. Слушай, Майя, я хотел поддерживать тебя воином. Хотел помогать в войне с Британией, в войне с Францией. Пошли воевать. Немо, у меня есть предложение, которое вас обоих устроит. Пауза. Выступаешь против меня, во-первых. Требуешь земли, которые я уже определил как свои. А вот-вот. Потому что я заранее сказал, что... Я бы не советую, если... У меня есть предложение, которое у вас обоих устроит. Я хочу все провинции, относящиеся к торговому узлу Рио-Гранда. Почему я их не могу получить? Ну, тебе доступно объяснить. Немо, я могу тебя избавить от твоей проблемы. Смотри, ты забираешь все провинции Рио-Гранда, и я мочу Майя. Это меня совершенно не устраивает. И я думаю, это слегка не устраивает Майя. Я предложил... Мое дело было предложить. Я понимаю. Но это, скажем так, не слишком приятное предложение. Мы подумаем, но, скорее всего, откажемся. Скорее всего. И там есть еще но, так что подумайте. Предложение реально выгодное. Да, он еще... Есть такая классная золотая провинция. А, ты все равно ее не помнишь. Тамма-Улипас. Да. Где это? Вот оно в чем дело. 21 золота в год дает. Какая? Где Тамма-Улипас? Тамма-Улипас. Где такая? Тамма-Улипас, который он... А, это который он ему хочет себе забрать-то? Судя по всему. А откуда вы знаете, что он 21 золота дает? Ну... Посмотри. Ну, понимаешь, у тех же ацтеков там 4 провинции. Я на них не зарюсь ни капельки. А, да... Зачем мне эти ацтеки нужны? Они тебе нужны. И все равно подборщи Британии. Мне не нужно золото. Мне не нужна эта инфляция. Я буду помогать тебе в войне с Британией за эти провинции. Я тебе их отдам на щелчок. Мне нужна красота на карте. Ну, будет красота. Дизайнер Харьенов нашелся. Мне не нужна эта инфляция. Ты его нужна. Золота мне хватает. Кстати, могу скинуть здесь, если надо? Я не понял. Просто скидывай мне золото. Я не против. Раз, раз, кинь мне, пожалуйста. Сколько тебе надо? Сколько кинешь? Все, что не жалко. Давай тогда и мне тоже. Это я знаю вас в таких попрошаек. Золото-то его паленое. Золота там нет. Золото как золото. То есть он нам подделка скинет. Не слишком хорошее, не слишком плохое. Буду в долгу. Он вам монеты хреновой чеканки скинет, в которых ни золото, ни серебра. Которое ничего не стоило. Что-то же там есть. Я верю в монетный мастерам. Они кому жутко? А я не верю. Могу их убить. Давай. У тебя только любимое занятие. Убить, убить, убить. Как же созидание, в конце концов? Когда ты им намерен заняться? Созидать? Что происходит вокруг? Не, я шаманист, там шиенист. Шаманист. Да, я люблю убивать, грабить, насиловать, бухать. 49 лет монарху и нет у наследника. Лох. Меня это уже начинает задолбывать. Я знаю, что... В игре какой-то баг есть. Проклятие специально направленное на Зака. Черкесия, я могу дать тебе на себя. На дизнастический брак у меня плодовитые все. Просто у твоего... Ну а вдруг там прописано сваливание в унию к Московии? Да он у меня два года назад был плох наследник. Дисанта, чтобы помочь разбить армию? Четыре, по-моему, старты были. О, какой генерал. А он тебя побил, чё ли? Кстати, я легко отделался от войны. Белый мир? Нет, у меня выделили государство, четыре провинции всего. О, ты лох. Извини, но я там не ругалю. Он его вернёт, я думаю, без особых усилий. Если бы не у меня корки есть национальные. Развалился. Фу, скатился. И да, я контролирую. А что ты знаешь, что лишний грей не место матом? Я контролирую себя, меня не нужно останавливать. Если бы ты себя контролировал, тебя бы действительно не нужно было останавливать. О, это двойные стандарты. Всё купли, да. Виктор продался. Можете готовить претензии на Британию. Могу. Могу. А я на Францию готовлю. Ну ладно, сейчас, подожди. Где там Моису? С Францией пока рано воевать. Мрамор боится это делать. Я, в принципе, тоже. Всё, плывёт. Ура! Ракул ответил и дал стабильности. Зачё на тот Мрамор? Хороший человек. Ну, ты думаешь, что ты в одиночку раскатаешь французов? Нет, ну с тобой раскатаю. Я не уверен, что мы раскатаем. Чё вряд ли будет кукуло? Если они очень агрессивно начнут высадку у тебя, я не успею добежать и их армии отбить. Будем рисковать. Где это, ёлку? Вот оно. Добежать. Так. А к намешь недалеко от тебя? Ну, как недалеко? Из Северной Америки надо добежать до Центральной. Так мне, может, что-то заберут. Это переход будет идти сколько? Ну, мне одновременно... У меня Франция в Северной части континента, в Центральной и в Южной. И фиг знает, где они высадятся. Вот такая вот ситуация. Значит, я предлагаю разделить, короче, вот это вот. Острова эти. Какие? Калибские? Да, но это мы будем потом делить, когда до них дело дойдёт. Брама, космос, ты можешь, когда ты захотишь в все земли индейцев в США, создать США? Нет. А даже это законно? Это можно только колониальным нациям создать. А был бы интересен, космос создал бы в США и стал бы первым вождём Капитолии и Пентагонии. Нет, США отстой по сравнению с Магиканами. Так, одно разбил. Вот что-то я заметил. Витя до сих пор у себя на островах там жмётся. Никак не может выйти. Нормально он выходит. Да, Кнут, у тебя устаревшая информация лет на шестьдесят. И ведь вы уже вся Корея, Маньчжурия и Австралия. Ты смотришь в серии, которые... Новая Зеландия уже попелена между черчевенами, испанцами и Японией. Да, Португалией. То есть Япония по-прежнему не может вестернизироваться? Да, она не развитая была. Японская Австралия? Хочешь, чтобы я поддержал сепаратизм? Ну, ты же, конечно, откажешься. Конечно, делать... Помогать какой-то Австралии. Японская будет Австралией. Я вообще как бы... Я ненавижу узкоглазых. Дискриминация. Не-не-не, ты не в теме, а кто в теме, тот понял. Ну, в теме те, кто убедил их и живёт с ними. Ну, ты... Вау. Тут ты не в теме, парня, который втирает дичь. Я не вкусть вашего москальского станка. Я знаю только, что вам поближе. Ты сказал лишнее, извини. Так, хватит, хватит. Я уже не успеваю следить за своим. А тут ещё надо разнимать... Ой, ты подумаешь, как раз не будет. Какое, какое пись-пись. Я его взял и выкинул. Да, какое пись-пись-пись-пись-пись. Кила. Пись-пись. 300 золота можешь скинуть? Кока? Писа. Сколько, сколько? Мраморлох. Через 33 дня. Так, как его отсюда выкинуть? Хорошо. Как дипломат вернётся. Так. Так, секундочку. Сейчас заключаю мир. Можно уже пересадить. Кнут, мы разрешаем тебе здесь остаться. Только не флуди и не делай бред. Где моё спасибо? Твое спасибо утонуло. Утонуло. Благодарю. Он хочет именно спасибо. Сербия. Нажать кое-что. Четири, да? Я же могу заставить их вернуть национальные провинции. Это будет мне стоить дешевле. Витя читереет. Фу, читер. Вау. Национальные провинции. Можно заставить вернуть больше национальных провинций. Жадность пошла. Пора рабыть претензию. Смотри, если у тебя будет 160 сверху расширения, я тебе похлопаю по плечу. У меня не будет. Я думал ты про игрок, как кнут. Нет, с кнутом нельзя сравниться. Кнут превосходен во всем. А если я отправлю свои корабли в кругосветное путешествие, они уже умрут, да? Нет, да. Вроде бы уже было кругосветное путешествие. Норвегами, я помню. То ли норвегами, то ли французами. Норвегами. Норвегами. Ну просто так. Ачивку для себя. Потопить 15 галлеонов. Да, это цель всей жизни. Ради этого стоило играть в эту компанию. А подождите. Не понял. А, вот где это. Смотри, ребята. Мучительный процесс заключения мира. Да тут просто фиг поймешь. Кстати, Япония довольно-таки велика. Корея уже полностью за ней и большая часть северного Китая. Я так и не понял до конца, почему... Не, конечно, я понимаю, что он не хочет тратить слот, но он же оскорбляет меня. Кто? Сколько я открыл! Ой-ой-ой, какое проседание идет. Сколько земель открылось. Кто там кого оскорбляет? Зак, у тебя такая же фигня была? Да, конечно. Ой, какие же монголы огромные, вот эти монголы. А я тоже это вижу. Фух, у меня аж FPS просел. Так что давайте апайте скорость, это все из-за новости. Мне кажется, великие монголы это лучший игрок этой партии. Ну и Византия. Дюнь. Из нелюдей. Да, я здесь. Мрамор. Ой, да, бару продай. Сейчас. Продаю. Сейчас восстание. Там восстание националисты. Продай бару, пожалуйста. Баратрума. Сейчас экономика. Продать. Где тут продать провинцию? Киевиска, Бразилия. А, я должен именно тебя продать. Не можешь Бразилии продать без разницы. Ты не можешь ее купить, потому что ты в состоянии войны. А, да, точно. А Бразилия? Неприятность. Она тоже. Но я могу Британии продать эту провинцию. Она точно купит. Еще и денег мне отпалит. Так, а что у нас с генералами? Мир с самой Хайси. Хайси. А хочешь ли ты... Хайси не хочет. Стать моим вассалом. Да, всю жизнь об этом мечтала. По-моему, ты... С самого рождения. Не правильное дело. С Хайси это независимая свободная сторона. Не, он хочет откормить Хайси и сожрать, потому что здесь все это законно. Он хочет аэратами их покормить. Это всегда законно. А какие очки идут при аннексии? Какие? Дипломатические? Да. При... Ну, мир на аннексии дипломатические, да. Мир на атом. Мир на атом. Мир вашему небу. Говорит, знаешь, типа чувак, который кидается ядерными бомбами. Где он кидается ядерными бомбами? На вашем небе. Инские ядерные бомбы. Нет, чё там. Бабах. Нету. Первый, кто начнет кидаться, это будет... Ну, в Америке. Это будут инки. С криком Аллах Акбар. А, да не. Ну, ты меня переоцениваешь. Я мирный вождь. Ага. Вождь народа. Мирный, жестокий деспот. Я, наверное, сейчас мусульманство, ислам приму, а потом ещё коммунистическую форму правления. Блин, у меня Россия начинает пищать. А голый будешь. Почему? Да, она вместо того, чтобы заключать мир... Она хочет нагибать. При счёте 80%. Она хочет доста. Она зачем-то... Да, она хочет доста и давит восстание у могола. То есть, это то, чем ей заниматься точно не нужно. Потому что моголы могли бы... Сепаратисты могли бы отвалиться, да? Да. Ну, Россия... Да, и этого... Россию умом не понять. Немо. Получить такого союзника, который ещё все желания выполняет, это... Немо. Было бы слишком... Попроси у Новой Испании, или что это такое, у меня просто... На английской локализации тут какие-то символы странные. В общем, попроси у них права прохода, а то ты ко мне на кораблях будешь платить. А у них настолько хреновое отношение ко мне, что мне проще коридор пробить. Пять, пять, четыре наследника. Не, лучше попроси в перемирии. Ну, сейчас умрёт. В перемирии. Я не делюсь из того, как... Попробуем. Обычная ситуация. Классика жанра. Ммм. Когда дают надежду и тут же её отбирают. Дюхнись, бидло. Однозначно. Кнут, кнут, кнут спускается до перехода на личности. Настоящий подписчик немагии. И одновременно подписчик... Ларина. Ларина. Ну, блин, кто в теме, кто в теме, да. Темский. Вы лучше скажите, какой у вас общий счёт. Я так понимаю, вы уже меня там перегоняете. Здравствуйте, а какой счёт? Вы можете это легко посмотреть через летопись. Ноль. Ноль. Того 13 плюс ноль, получается ноль. Вам-то это видно сразу, а мне нужно лезть в летопись и, кроме всего прочего, справляться с... Я могу сказать, на каком месте я нахожусь. Сравнение счёта. На 689. 27. Ну, вы сами все видите, кто, где я. Ну, Космо Кек уже вышел вперёд. Тут, тут. А я... Так, Кеки, Кеки, где они тут у нас? На каком они месте по счёту? Вы там пытаешься как-то забориться в ислам. Безрезультатно. Это тебя сдерживает. Счёт. А, у меня 689 счёта. Я думаю, это моё место. Я на 13 месте. Я удачный парень. Не верю в стереотипы. А я на 189 всего лишь. То есть ты хотел, чтобы я со своей истинной верой жил? Я? Нет, я с Кеками разговариваю. А, с этими двудбосами. Ну, я бы так не сказал. Ты как обычно перегибаешь палку. Обычно. Ел твою мамку. Ты знаешь, что за это? За каннибализм сажают. Реальные пацаны вызывают на дуэльку. Немо, помоги! Вот фрегаты меня разбили. Немо! Что? На меня нападают повстанцы французские. На меня нападают, извини меня, не только повстанцы. Французские у них шлоги лучше, чем... Ну и костейцы, я что-то не берещу. Ты хочешь, чтобы я сражался один против высокотехнологичных французских повстанцев? Нет, я просто ничем не могу тебе помочь. Стоп, они что, перечисли границу? Да, идут прямо на меня. И они не могут здесь это, пройти через мою провинцию, которую я отхватил у них. Нет, пока. Они так уж сильно вздыхают, как кажется. Всего-то на 250 меньше, чем они. Стремление к свободе. Воу! Есть бедствие такое, стремление к свободе. Мы не будем рабами! Кто живет в Украине? Вы помните такого дядьку по фамилии Шарий? Зная это нечто. Его, короче, в Голландии задержали и будут депортировать в Украину. А напомню, что... А в Украине вроде с ним никто ничего и не сделает, как мне кажется. А что, напомню, кто он? А это такой парень на... Ну, в общем, грязнород и этот самый... Блогер, который, типа, развенчивает разные мифы, но сам создает уже столько ляпов сделал, что это просто жесть. Ну, типа, там, про Бук российский, что украинский он втирал там разную такую фигню. Политикан, в общем. Блин, я пропустил веселый стрим. Моги мне избавиться от повстанцев, а то я опять развалилась только уже. Короче, сейчас был стрим... Ой, сегодня. Ой-ой, атака в городе Куско. Дайте мне вестернизироваться. Короче... Я не знаю от кого. Килла. Я к тебе. Я ж дима. Короче, определенную... Дима Кнут здесь? Давай. Я, в принципе, могу тебе дать. Сколько тебе надо? Я здесь. Ну, думаю, тысяч две. Короче, у Артема Черного новая компания. Я заходился. Посмотри последний стрим. Хорошо. А что именно компания? А там бомбежка Пукана, мат, оскорбление и, в общем, все. Спасибо. Все, что мы любим. Да, спасибо, Саш. Там просто такая веселая, короче, катка. Там была World War. Невероятно. И, походу, это был новый финал летней компании. Все. Я тебе сказал. Ты этого не слышал. Я тебе этого не говорил. А, новая летняя компания? И я, не я. И катка не моя. А, ну что там? Когда фанатики сунниты восстанут вновь. Когда ты станешь необразованным быдло. Я и так. Ну, ну ладно. Ну, блин, все-таки Виктория интересней. Так, я думаю, уже можно на третью скорость переходить, да? А я думаю, нельзя. Я воюю тоже. Нельзя. Стойте, а вот это вот стремление к свободе, это что, типа, война за незалежность? Никогда мы не будем, братья. Да, я тоже это знаю. Зат, ты знаешь, что это? Что? Стремление к свободе, бедствию. Нет. У меня оно есть, прикинь. О, что я сделал. Я вспомнил, какой там огонек нарисован, да? Нет. Тут нарисован какие-то, типа, декларации независимых. А, у меня тоже есть, у меня тоже есть. И флаги какие-то. Вы можете... Это, наверное, фашисты. Это после только... Как у тебя оно? Оно у тебя не может быть. Оно только после... Это колониальные нации, после. Типа США появится, типа какая-то еще страна появится. Типа появление бывшей колонии становится, или часть джерам становится новым государством. Ну, я тоже так думаю. Ну, это, типа, сделано для того, чтобы США потом появилось. Да-да-да, это у всех стран после 1700 года может это появиться. Да. Кто-то из нас тоже есть. Видите, какие открытия, чего? У меня такой звук, и вот какие-то открытия идут. У меня же никто ничего не исследует. Да-да-да. Так. У меня только проход войск по Костеле, а? Доступен. А по... По вот этой штуке? Ну, вроде нет. По этой большой желтой. Я так понимаю, Калифорнию ты тоже себе собираешь, да? Россия до сих пор воюет. Нет, это... Просто, как сказать... Это попытка увеличить счет, чтобы заключить мир. Мой царь умер. Я имею в виду, в будущем ты планируешь весь торговый регион Калифорнии к себе, да? Нет, можешь туда смело идти. Ну, так там Япония уже будет. Да и к тому же это будет... Вообще-то, Японию здесь не ждут. Япония на севере, вместе с Чевчуинами. Это все равно моя земля. Если я буду брать этот регион серьезно, то я выгоню его оттуда. Вместе с Чевчуинами. И я помогу. Как-то ты агрессивен. Это моя земля. Он пришел на мою землю, я должен выкрыть его. Будет интересно посмотреть это. Ну, конечно, будет интересно. Особенно я знаю, кто и когда будет скидывать ядерную бомбу на Японию. Японцев мне жалко. Вообще добрые леди. Жесток я выйду. Немо, срочно, на сессию распадусь. Я, если честно, вообще впервые встречаю такую ситуацию, чтобы АИ так долго вел войну. Несмотря на призыв к миру. А что он такой неадекватный? Или он хочет прям вообще-вообще развалить всех? Немо, Немо, что он хочет. Что? Помощь и на сие умру от повстанцев. И куда их тащить? Убить их надо повстанцев. Ко мне. На Юкатан. Ну, не назвайте меня. Я виноват, что у французов такие сильные повстанцы. Сейчас. Где А? Вот эти 11 тысяч? Да. Они меня в атаке разбили. Я вот боронялся в джунглях. Они, наверное, взяли и так и разбили. Я предлагаю тебе стать моим конфедератом. Я предлагаю тебе... Я знаю, что ты предложишь. Можешь не продолжать. Посмотреть снимайки. Да. Я знаю их. Я смотрел чат рулетку. Я так и не понял, почему они Линка выиграли. Потому что Игорь Линк оговорил адекватные вещи. Как я считаю. Я вчера так перед сном включил телефончик, надел наушники и так 40 минут посидел, полежал. Точнее, полежал, послушал. Полежал, сидел. Все, что я делаю каждый день. Посидел, полежал. Барабан, черный создает Нидерланды. Потому что Нидерланды, это слишком сложно. И вообще им нужно Гёльдерн присоединить. Это Гёльдерн быдло. Ай, Тарас, Тарас. А чего независимых не дорого? Горбатого только могила исправит. Согласен. Кто горбатый, кто? Тебу скинул быстро, да. Эх. Маленькие вы еще. Такие агрессивные. Что из вас вырастет, да? Хочешь либерти, Япония? Да, мы можем принести немного независимости. Твоих Чукчувенов. Потому что они реально ведут себя. И немного демократии. Чукчувен, я думаю, ты будешь развить, чем предыдущий Чукчувен. И встанешь на нашу сторону в войне против Японии. Смотри, какие тебе сочные территории отдадутся. Ну и какие ему сочные территории отдадутся? Вся Азия будет у его ног. Да. Вся Маньчжурия и Корея. А Япония будет сидеть... По секрету. Корея и Маньчжурия входят в Азию. Нет, это вообще-то... Нет. Деловая мои стереотипы. Россия это азиатская страна. Знаю. Нет, она политически находится в Азии, а так у нее столица. Да, она хотела в сри вступить. Просто стопудов. Столицу переносила, да ей петь несла. Я Филиппины открыл. Вау. Мы отборная школа Та Ютьюба, а нас дизлайкают. У меня нет. Какие-то негодяи. Я знаю, за что меня дизлайкают. За правду. Я сейчас разорвал договор, ну, чтобы немножко остановить... Агрессию. Мрамор, прими, пожалуйста, союз, а потом можешь разорвать его. Мне нужно задание выполнить. А я не получу минус стабильность или что-то типа того? Вроде, если сам разрываешь перед войной, то ничего не получается. Ну, если хочешь, я разорву. Ну, я принял союз. И что? Все, я выполнил задание. Так. Дизольф, Альянс. Я не могу до 5 мая это сделать. Все? Убираюсь? Ну, можешь, если хочешь. Минус 62. 125, блин. Че? Гозанова союз. Не-не-не. Ты-то думал, типа один союз тебя поднимет? Ну, там на 50. У меня было 121, а нужно 125. Отстанье. У Виктора. Мне нужна помощь против молотки. Пошел против, Сюлен. Это наша земля. Как у тебя, кстати, с доходами? Если у тебя нормальные доходы... А, дипломатические расходы сами у меня уйдут. У меня... С ОМОНИ что не уходит. Че, Мэмо, у тебя по-прежнему соседи долбятся? Да. Сумасшедший дом. Зачем ты убиваешь английских повстанцев? А, каких надо убивать? А, ну если они ушли туда, то можешь их убить. Хорошо. У НЭМа скоро сформируется... НЕНАВИСТЬ. НЕНАВИСТЬ. ТНР. НЕНАВИСТЬ у меня скоро сформируется. Блохая шутка, согласен. Уже сформировалась. Скоро страну развалит. У меня уже 10 истощений от войны. Могу дать денег немного. Можешь сепаратку заключить? А как? Я могу, но я жду, что они мне... Говори прямо, ты боишься. С головой дружишь или квесты выполняешь? Я? Ну, и то, и другое. А что не так-то? Да все в порядке. Что, оскорбил его? Ну да, чуть-чуть. Он ведет себя как дут. Ну, я могу тоже москорбление кинуть. Как килом в уши нести. Да, однове... Ой, сколько мусульман, ты посмотри. Смотри, смотри, я их... Смотри, сколько мусульман. Господь боженький, я их не вижу. Ты посмотри, их просто миллиарды. Миллиарды мусульман в Южной Америке? Да. Четыре, три, две, три, три, две, семь. Очень мелкие, да? Ну да. Это хорошо. Все, я убегаю, пусть они крестят меня. Уйди просто в Патрио Деплата. Даже не захватывай. Потом. Только... Не-не-не-не-не, там надо очень аккуратно, потому что если они... Там шкала перевышится, и выполнится их нетребование, и он станет цуниизмом. Смотри, какой у меня наследник. Вы посмотрите, это... Это второй тупак. Юпанки. Есть, может произойти то же самое. Вы посмотрите, шесть. У тебя уже был второй, это третий. Шесть, шесть, три. Это... Это не купашный Тарас? Смотрите, какого наследника я заделал, и завидуйте. Это Тарас. Это третий уже Тарас, так. Вы посмотрите, какого наследника я заделал. Честь. Чё? Не посмотрите, сколько они... Чего? Чего? Харасан освободили, вот дебилы. Вот дебилы. Кого освободили? Не так уж и не было. Не так уж и не было. Не так уж и не было. Как ответили разработчики, это единственное, что делает Россия на протяжении всей истории. Против Кичи. Кичи. Поможешь мне бывать против Кичи? Что надо делать? Где они? Бывать против Кичи. Давай. А вон на юге две маленьких провинции. Почему бы и нет? Так, муни-кам. Они, короче, эти мусульмане... Ты в Малаке воюешь. Подстроились. Перекинься на другой остров. На вот этот. Там, где у меня химят. Там тебе Сунда поможет 20 тысяч. Ага, сейчас. Сунда-то что такое? Все равно мои войска здесь, только давай побыстрее. Давай я в тобой пойду. Потому что у меня слишком много прохода. Сейчас, погоди, я вот этот кусочек захвачу, чтобы... Тебе лучше всего начать эту войну прямо сейчас, потому что я скоро заканчиваю войну с испанцами и сваливаю. Так я уже начал войну. И я не вижу, что ты меня позвал куда-либо. Я тебя кинул. Не знаю, я про другое. Ну, кинь, еще раз, я не заметил. Вить, помоги чуть-чуть. Тут что-то меня две тысячи пилило. Сейчас, подожди. Так, секунду. Возле тебя. Две тысячи? Не, половиной ты что, сразу весь кинулся? Или хотя бы на захвате встал. Так, а где эти кичи? А, вот эти? А, я уже оккупировал, ну что-нибудь. Ну, убери там, где две тысячи твоих стоят. Я туда армией стану. Хорошо. Блин, все-таки мне нравится рок. Вот эта вот музыка, которая здесь играет. Которая как запил? Угу. В общем, я сейчас пораспределяю своих. Я все равно сейчас буду тянуть сюда армии, поэтому другая армия туда пойдет. Я же думаю, ты не собираешься эту провинцию забирать? Это не моя война. А чья? А как ты вообще в ней... Чемчеведы воюют с Малакой, можно я попробовать? Малако там выступает в роли союзника. Просто цель войны настолько мелкая, что Малако перевесла. Вообще ты на эту фигню мог меня и не звать. Интересно, а Моголы быстро оклемаются после поражения от России? Нет. Я думаю, после поражения от России вообще никто в этом регионе не может оклематься. Но Франция же может за Россию что-то сказать? Ну... Может. Кое-что может. Но у них, я думаю, общих интересов пока нет. Мировое господство. Мой флот скоро будет. Не, Франция может даже вынести рашку. Может. Легко. Франция тут диктует, кто бог. Сейчас она еще и Арагон подчинит. Кто там по флоту у нас? Британия, 314 кораблей. Из них 50 линейных. Так, пора воевать. Потом Япония. Так, Кива. Да, что? Ты с мамлюками когда будешь готов проевать? С мамлюками? Да. Да хоть сейчас. Так а сейчас, подожди. Великие Моголы в союз летят. Они не хотят военный союз. Почему? А, агрессор. Они не пойдут. Они не пойдут с тобой в союз. И они даже если... Нет, они в союз пойдут. Они идут в союз, только они идут сейчас. Они разваливаются. Они уже разваливаются. Кто Могол? Вот это печалька, честно. Вот это печалька. Моголы? Да, Моголы. Но их разрубили, это тупо. Начинай войну, короче. Начинай их пилить, а там посмотрим. Да. Ну, Россия, это понятно, это имба страна, значит. Сейчас я предсказываю, что Россия сейчас узбеков замочит. Так, а куда нам колонизировать? Хотя, вот, наверное, если бы сейчас мы играли в этот мод, в который... Ой, какой мод? Где крепости. Возможно, я бы даже, наверное, быстрее перекрестился. Гораздо быстрее. Ну, я бы там крепости выключил нафиг. Неверная политика правительства. Да вы чё? Правительство летащит. Подтаскивает. Улучшить систему от управления или улучшить армию? Хм. Явно. Управление подлук. Чё будет? Магикане уже на десятом месте, 829 счёта. Серьёзно? А я на 12-ом. Ай. Вы там будете махать потом мне. Уже. А что я сделал? Так, пауза. Па-па-па-пауза. Чё.